Сегодняшнее наше занятие будет посвящено гормонам, но перед тем, как рассказывать про гормоны, надо сказать, что вообще одна из самых важных тем, наверное, в биологии, одна из самых важных проблем, которые занимаются ученые, это проблема регуляции. Многие процессы, наверное, все процессы в нашем организме нужно регулировать. И за этим, с одной стороны, следит каждая отдельная клетка, но с другой стороны, этой задачей занимаются две специальные системы органов, нервная и эндокринная системы. Делают они это похожим способом, в основном с помощью специальных сигнальных химических веществ, о которых мы поговорим сегодня. Но только в нервной системе эти сигнальные вещества называются медиаторы или нейромедиаторы, а в эндокринной системе они называются гормонами. И эти системы регуляции решают разные задачи. Но одна из главнейших заключается в том, чтобы все поддерживать в нашем организме на более-менее постоянном, нормальном уровне. Ну а что все, например, что можно поддерживать на постоянном уровне? Да. Например, на постоянном уровне, что надо поддерживать на постоянном уровне? Да. Тимкоратура тела. Тимкоратура тела, концентрация сахара в крови. Сердечный. Да, частота сокращения сердца, концентрация кислородного углекислого газа и еще несколько сутен других параметров. Наши клетки привередливые, и мне нравится, когда эти параметры меняются. Они любят, чтобы внутренняя среда была постоянной, и они за этим следят. Хотя вы понимаете, что это не единственная задача, которую должны решать эти системы. Особенно поговорим почему. Ну и на самом деле, кроме этих систем, существуют и другие системы регуляции, которые разделяются на несколько, в зависимости от того, как передаются сигнальные вещества и где они образуются. Вот, например, довольно часто бывает, что клетка выделяет какое-то вещество, которое действует на ту же самую клетку. Ну, сначала на нее что-то подействовало или кто-то, а потом она, почувствовав это, начала сама себе давать сигнал, сама себя подбадривать, говорить, давай-давай там что-нибудь синтезируй или давай-давай делись. Такая сигнализация называется автокринная, аутокринная, когда клетка выделяет во внешнюю среду вещества, а эти вещества действуют на ту же самую клетку. Очень часто бывает, особенно при защитных иммунных реакциях, когда друг другу передают сигнал соседние клетки. Какие-то клетки в определенном участке организма, например, в лимфатическом узле, в костном мозге или где-то еще, выделяют сигнальные вещества, и они действуют на их ближайших соседей. Такая сигнализация называется парокринная. И, наконец, довольно часто бывает ситуация, когда клетки выделяют сигнальные вещества, попадающие в кровь. Тогда такое вещество разносится по всему организму, и на него отвечают все клетки, которые могут его почувствовать. Вот такая сигнализация называется эндокринная, а такие вещества называются у человека гормонами, с помощью которых она осуществляется. Значит, гормоны попадают в кровь, разносятся по всему телу. Ну и, наконец, в случае нервной регуляции, вот здесь она показана, сигнальное вещество, нейромедиатор, выделяется из нервного окончания нервной клетки и действует только на строго определенную конкретную клетку вишень. Такая сигнализация называется нервной. Существуют еще промежуточные способы, о которых мы тоже будем говорить, нейроэндокринная регуляция. Клетка устроена как нервная, это нервная клетка нейрон, у нее есть нервное окончание, выделяется сигнальное вещество, но действует она не на конкретную клетку вишень, а выделяется в кровь и разносится по всему телу. То есть, фактически, при нейроэндокринной регуляции нервные клетки вырабатывают гормоны. Что же такое гормоны? Это вещества, которые выполняют сигнальную функцию, это вещества, которые вырабатываются внутри организма, потому что бывают и другие сигнальные вещества, например, запахи, которые тоже действуют на нас, и они попадают в нас извне. Это вещества, которые, как правило, вырабатываются в специальных органах, а эти органы называются эндокринные железы, это вещества, которые разносятся кровью по всему организму, и, может быть, самое важное, что они действуют на особые белки, белки-рецепторы. Про это мы потом подробнее поговорим. Ну, и это более-менее стандартное определение, которое дается в школьных учебниках для гормонов. Такое или менее подробное, оно по сути такое. Вещества выполняют сигнальную функцию и действуют в низкой концентрации, вырабатываются внутри организма эндокринными железами, разносятся кровью по всему телу. Но про последнее в школьном учебнике не написано, хотя это самое важное. Они действуют через особые глотности, о которых мы поговорим. Но, конечно, все это применимо к человеку, а вовсе не к гормонам вообще. Гормоны вообще есть у всех животных и даже у растений. А у многих животных нет кровеносной системы, и гормоны распространяются другими способами, тем более кровеносной системы, конечно, нет у растений. Поэтому это часть определения под вопросом. Не всегда гормоны разносятся кровью. Гормоны вырабатываются эндокринными железами. Даже у человека это не так, я еще буду про это говорить. Не всегда так. А уж тем более, это не так для растений, для каких-нибудь животных, у родигидры, у которых вообще никаких желез нет. Там гормоны вырабатываются просто отдельными клетками. Так что эта часть определения тоже не во всем верна. Но они действительно действуют на особый белокорецептор, это мы пропустим. И значит, если попытаться дать более общее определение гормона, то да, они действительно вырабатываются внутри организма, они действительно выполняют сигнальную функцию. Они выделяются из одних клеток и действуют на другие клетки, это важно. А переносы крови они только у человека и других животных с переносной системой. Низкая концентрация тоже понятие растяжимое. Во всех этих случаях концентрация довольно низкая, потому что пикограмм это одна миллиардная часть грамма, да? 10 тысяч от одной миллиардной, надо сообразить, какая это доля. Одна стотысячная, да? Правильно? Значит, здесь этот гормон действует в концентрации одна стотысячная, потому что миллилитр это один грамм, а пикограмм это одна миллиардная грамма. Но вы видите, что концентрация нормальная в крови у человека разных гормонов может различаться в тысячу раз. Для одних гормонов она все-таки довольно высокая, когда они начинают серьезно действовать, для других она действительно очень низкая. Вот гормоны гипоталамуса, о них я буду говорить, действует в концентрации одна сто миллионная получается, да? Действительно очень низкая концентрация. А что значит сигнальная функция? Тоже, в общем, требует комментариев. Но это значит, что эти вещества не используются как стройматериал или источник энергии клетками. Клетка из них ничего не строит, клетка не добывает из них энергию, но клетка как-то на них реагирует, они вызывают ответную реакцию, когда действуют на нее. И очень важно, что эта ответная реакция довольно сильная, даже если концентрация этого вещества очень низкая. Вот это, наверное, главная особенность действия гормонов. Почему это так? Потому что, когда они влияют на белокрецептор, то всегда включается система усиления сигнала. Вот тут изображена поверхность какой-то клетки. Вот это вот белокрецептор, который сидит на поверхности. А вот этот вот шарик – молекула гормона, которая приплыла к этой клетке по крови. Для того, чтобы на клетку подействовать, гормон сначала должен, естественно, присоединиться к этому белку. На расстоянии действовать он не умеет. Он не умеет говорить, а у клетки нет ушей. Значит, гормон связывается со своим рецептором, например, на поверхности клетки. Ну и понятно, что клетка большая, это маленький тупый участок, клетка вот с эту аудиторию. Поэтому на ее поверхности много таких рецепторов. И на нее может одновременно действовать разное количество молекул гормонов. Если концентрация низкая, то может быть только одна молекул гормона. А если мы ее повысим, то большее число этих молекул свяжется с рецепторами и будет действовать сильнее. Но тут еще никакого усиления нет. Оказывается, что делает белок-рецептор? Белок-рецептор каким-то образом действует на другие белки. Активирует их, заставляет их работать. И на каком-то этапе передачи сигнала в эту цепочку включаются ферменты. А что такое ферменты? Кто знает, поднимите руки. Да? Это белки, которые увеличивают производительность реакции. Не входя в нее. Увеличивают скорость химических реакций. То есть фермент может из одного вещества делать другое. Причем достаточно быстро. Когда в дело включается фермент, он может синтезировать множество молекул какого-то очередного вещества за короткое время, за доли секунды. И это вещество, видите, уже попадает внутрь клетки. А каждая его молекула может активировать следующий белок. В результате даже, если на клетку подействовала одна молекула гормона, внутри клетки при такой передаче сигнала с усилением может активироваться несколько тысяч, а может быть даже несколько десятков тысяч молекул разных белков. Одна молекула действует на другую. Эта другая молекула производит тысячу третьих. Каждая из этих тысячи действует на какую-то тысячу молекул белков. А среди этих белков тоже могут быть ферменты. Они в свою очередь синтезируют там тысячи других молекул. И в результате перестраивается вся работа клетки. Причем, рассказывая про это довольно долго, а на самом деле это может занимать всего одну секунду. Все это происходит довольно быстро. Ну и понятно, что в отличие от нервной системы, гормоны в основном регулируют такие процессы, которые занимают длительное время. Обмен веществ, рост, развитие, половое созревание, все это процессы, которыми заведует главным образом эндокринная система. То есть именно она, может быть, в значительной степени, больше, чем нервная, отвечает за и, и именно она. Это не совсем гомеостаз. Когда вы растете и развиваетесь, что-то меняется, да? Организм не совсем постоянный. Но когда вы выросли, за поддержание постоянства внутренних условий тоже в основном отвечает эндокринная система, в отличие от нервной. Хотя с нервной, естественно, взаимодействуют. Почему в отличие от нервной? Потому что нервная система должна еще обеспечивать какие-то быстрые процессы, связанные с изменением обстановки. Ну, понятно. Например, вы там увидели какого-нибудь опасного зверя или хулигана и побежали от него. Эндокринная система отчасти будет участвовать тоже, но главным образом за этот процесс будет отвечать нервная система. В первую очередь она управляет мышцами. А все, что связано с сокращением мышц, это движение, перемещение в пространстве и поведение. То есть за ваше поведение, вроде бы, в первую очередь отвечает нервная система. Однако, как тут указано, эндокринная система взаимодействует с нервной, и как гормоны влияют на поведение, мы тоже сегодня разберем позже. Некоторые гормоны действуют очень быстро. Это, например, гормон адреналин, который выделяется, как многие, наверное, знают, при стрессе, в какой-то опасной ситуации. Он быстро вызывает изменения в самых разных органах. Ну, например, сердце начинает биться чаще, кровь в основном приливает к мышцам и мозгу, концентрация сахара в крови увеличивается и так далее. Опасность прошла, смысл в этой активации организма пропал, и адреналин довольно быстро разлагается или выводится из крови через почки, концентрация возвращается к норме. Все, мы успокоились. Опасность миновала. Если же гормон действует на более длительном интервале времени, как, например, стероидные и кириоидные гормоны, которые регулируют рост и развитие, то тогда, естественно, после выделения он долгое время циркулирует в крови и продолжает действовать на ваши клетки длительное время, пока не выделится следующая порция. Ну и ответная реакция клетки тоже может наступать через разный интервал. Вот реакция на адреналин, например, после того, как он подействовал, наступает за секунду. За это время клетка не успевает сделать новые белки, просто меняется работа старых. Если же речь идет про рост или развитие, то ответная реакция может наступить после начала действия гормона через часы или даже сутки. За это время клетка успевает насинтезировать новые белки и это тоже влияет на ее поведение. На самом деле, путь передачи сигнала от рецепторов очень сложный. Вот у важного гормона инсулина есть единственный тип рецепторов, вот он показан. Но зато эти рецепторы взаимодействуют с самыми разными белками внутри клетки и могут влиять на самые разные процессы. И ученые до сих пор в этом разбираются, потому что разобраться в такой системе, в такой сети довольно-таки непросто. Но в большинстве случаев один гормон может действовать на разные рецепторы, например, адреналин, который я уже упоминал. Для него есть несколько типов рецепторов, и это на самом деле очень важно. Сейчас вы поймете почему. Вот кровеносные сосуды, вот адреналин, и вот два разных типа рецепторов. Оказывается, если адреналин действует на один тип рецепторов альфа, который находится на кровеносных сосудах, то кровеносные сосуды сужаются. А если он действует на другой тип рецепторов, то кровеносные сосуды расширяются. Хотя внешне это совершенно одинаковые сосуды, совершенно одинаковые артерии, они ничем не отличаются, казалось бы, да, но на самом деле они отличаются тем, какие рецепторы сидят на поверхности их клеток. Зачем это надо? Давайте опять подумаем, что должно происходить там в момент опасности, да? Вот опасность, вам надо мобилизовать все силы, чтобы драться или убегать. И понятно, что надо снабжать кровью какие-то наиболее важные в этой ситуации органы. Какие? Мозг, мышцы. Да, только руку поднимите, и кто-то будет, да. Мышцы, мозг. Вот первое, это мышцы, конечно. Мозг и сердце могут получать примерно столько же крови, можно чуть больше, а вот мышцы должны получать гораздо больше крови. Но представьте себе, что у вас все кровеносные сосуды бы расширились. Что при этом произошло бы? Кровяное давление упало, и вы бы просто потеряли сознание. Для того, чтобы расширить кровеносные сосуды в мышцах, надо сузить кровеносные сосуды в большинстве других органов. Где они сужаются в первую очередь? В коже. В пищеварительной системе. Совершенно верно. Во-первых, их можно посадить на голодный паек, и даже его быть бы живым, да. Во-вторых, то, что они сужаются в коже, это даже лучше, потому что вдруг вы там поранитесь в эту минуту опасности, кровотечение будет не такой сильный. То есть совершенно оправданно, что этот гормон действует по-разному на разные органы. А для этого нужно, чтобы в разных органах находились разные рецепторы. Ответная реакция очень похожих клеток отличается потому, что эти рецепторы запускают разный путь передачи сигналов, разную цепочку передачи сигналов. И это используют люди, которые заняты поиском новых лекарств. Надо сказать, что подавляющее большинство новых лекарств, которые изобретены за последние 30 лет, действуют именно на рецепторы гормонов или на радиаторов. И, конечно, нас интересуют такие лекарства, которые избирательно действуют на один тип рецепторов и не действуют на другой. Ну, например, вот эти вот рецепторы, которые называют расширение кровеносных сосудов, они же есть на наших бронхах. И если на них действует адреналин или похожее вещество, то бронхи расширяются. А их сужение приводит часто к разным болезням. Ну, например, они сужаются в момент приступа у больных астмой. Значит, как помочь такому человеку? Надо найти такое вещество, которое будет похоже на адреналин, но только желательно, чтобы оно действовало не на все рецепторы адреналина, а на строго конкретные, которые вызывают расширение кровеносных сосудов и бронхи. Если мы их набрызгаем в бронхи, в кровь такого вещества попадет мало, кровеносные сосуды не сильно расширятся, а вот бронхи расширятся и приступастно пройдет. А какое-то другое вещество, наоборот, может блокировать рецепторы определенного типа, не давать адреналину действовать на них. Такие вещества, например, используют для того, чтобы помочь человеку, у которого случился инфаркт, и у которого сердце не должно слишком сильно сокращаться. Дадим ему такое векарство, оно заблокирует рецепторы адреналина, а он еще из-за того, что у него инфаркт, конечно, волнуется, ему еще там больно, он боится умереть, адреналин у него, конечно, выделяется, но он не будет действовать на сердце, не будет заставлять его сильно сокращаться, и это такому больному поможет. На самом деле и сам организм, конечно, регулирует и процесс действия на рецепторы. Как? Понятным способом. Если гормона слишком много, то количество рецепторов к нему на поверхности клеток снижается. Например, эти рецепторы можно убрать с поверхности на время, а можно и навсегда переварить их там внутри. Но что значит навсегда? Что эта клетка, если мы уберем рецепторы с его поверхности, навсегда перестанет реагировать на гормон? Наверное, это было бы глуповато. Как вы считаете? Она синтезирует новые. Синтезирует новые, гениально, ведь рецепторы это белки, а в клетке есть гены, где эти белки закодированы. То есть через какое-то время, даже если она переварила свои рецепторы, она может доделать себе много. Если же гормона слишком мало, то, наоборот, чувствительность клетки к нему, как правило, повышается. То, что при высокой концентрации гормона чувствительность клетки снижается, это оправданно в нормальных условиях, но это, конечно, создает большие проблемы для той же медицины. Почему? Кто сообразит, поднимите руки. Подумайте. Почему? Почему сожгли? Почему сожгли? Какая проблема в связи с этим возникает? Да? Совершенно верно. Происходит так называемое привыкание. То есть, если вы какое-то время принимаете одно и то же лекарство, то во многих случаях чувствительность ваша к нему снижается. Чтобы оно продолжало действовать, придется повышать дозу. Когда вы повысили дозу, чувствительность к нему еще сильнее снизится. И так можно дойти до такой дозы, которая окажется уже дедовитой, токсичной. Значит, не все лекарства можно принимать длительное время. Некоторым лекарствам довольно большому проценту происходит привыкание. Их можно принимать, например, неделю, но нельзя принимать месяц. По этой причине. Гормоны различаются по механизму действия в основном в зависимости от того, на какие рецепторы они действуют. Это очень разные химические вещества, про это мы говорить не будем. Но вот есть три типа рецепторов. Одни гормоны, это, как ни странно, простые газы. Например, оксид азота, сероводород, проникают внутрь клетки через мембрану и действуют прямо на ферменты, которые находятся внутри клетки. Большинство гормонов действуют на рецепторы, которые находятся на поверхности клетки, на ее мембране. Это большинство гормонов. Например, все белковые гормоны. И, наконец, есть такие гормоны, например, стероидные, которые проникают внутрь клетки, связываются там с особым долгом, а потом этот комплекс гормонов и рецепторов проникает в ядро, действует на ДНК и регулирует работу генов в этой клетке. Эти гормоны, как ни трудно догадаться, действуют наиболее медленно. А вот эти две разновидности гормонов действуют сравнительно быстро. Но вот роль газов как гормонов была открыта сравнительно недавно. Про один из них я расскажу. Это оксид азот, но всего два этого. Азот и кислород. Оказывается, это вещество вырабатывается в наших клетках и является главным регулятором местного кровотока. Ну, как регулируется местный кровоток? Ну, например, вы опустили там, я не знаю, палец в горячую воду, он покраснел, сосуды расширились. Отчасти в этом может участвовать, конечно, нервная система, но, оказывается, во многих случаях никакая нервная система для этого не нужна. Сам палец вполне соображает там, что ему делать. Если слишком тепло, у него сосуды расширятся, а если слишком холодно, они там сузятся, например. Почему? Потому что в зависимости от температуры или от кровяного давления или еще от какого-то фактора, клетки внутренней выстилки сосудов производят как раз вот этот самый газ, НО, он действует на соседние мышечные клетки ваших мелких артерий. И под действием этого газа кровеносные сосуды расширяются, мышцы расслабляются. Значит, если в каком-то участке тела сосуды опасно сузились, там слишком мало крови, слишком высокое давление или слишком быстрая скорость кровотока, там вырабатывается НО, и сосуды автоматически немножко расширяются. В этом не участвует ни нервная система, ни гормоны. Это очень удобно. Ну, люди, опять же, когда все это поняли, на самом деле, даже до того, как поняли, эмпирическим путем научились это использовать. Потому что еще до открытия роли НО как гормона были лекарства, чей принцип основывался вот именно на этом. Самое известное такое лекарство, наверное, это нитроглицерин. Слышали про такое? Ну да. С одной стороны, это лекарство, с другой стороны, сильное взрывчатое вещество. Но когда его используют как лекарство, концентрация его в таблетке, конечно, очень низкая, таблетовая глицерина не может взорваться. Ее, эту таблетку, кладут под язык люди, у которых есть такая болезнь стинокардия, сужены сосуды сердца. И, например, при физической нагрузке сердцу начинает не хватать крови, оно начинает болеть, иногда очень сильно. Чтобы снять вот этот приступ стинокардии, кладут таблетку нитроглицерина под язык, а оказывается, нитроглицерин, попав в кровь, разлагается и выделяет оксид азота. Сосуды сердца, коронарные артерии расширяются, и боль, как правило, в такой ситуации проходит через некоторое время, через несколько минут. А если она не прошла, то есть сильное подозрение, что, может быть, это не преступственная кардия, а, например, инфаркт. То есть в этой ситуации не надо думать, что, а, ничего, сейчас я вторую таблетку приму, все пройдет, я все равно пойду на работу. Нет, надо смирно сидеть, вообще не двигаться и вызывать скорую помощь. Потому что иначе можно пропустить инфаркт и умереть. Оксид азота, как вы, если вы поняли, производится во всех кровеносных сосудах. Но большинство гормонов производятся все-таки специальными органами. Эти органы называются эндокринные железы или железы внутренней секреции. Раз внутренней секреции, наверное, есть и наружные секреции. Вот показана железа наружной секреции. У нее есть такая полость проток, вещества, секреты, которые вырабатываются клетками, поступают в него, а потом, либо действительно, на поверхность тела, либо в желудок или кишечник. Все железы желудочно-кишечного тракта, железы желудка, железы кишечника, слуны и железы, это железы наружной секреции. У желез внутренней секреции нет никаких протоков. Их секреты, то есть вещества, которые они производят, выделяются прямо в кровь. Ну, вот это и есть эндокринные железы. Где они находятся в организме человека? Вот одна из главных желез, это так называемый нижний мозговой предатон, гипофиз. Он связан с особым отделом мозга, гипоталамусом. Про них буду мы подробно говорить. Дальше, вот здесь, на передней поверхности тела, в шее, находится очень важная щитовидная железа, от слова щит. Поджелудочная железа. Вообще-то выделяет поджелудочный сок. Значит, это железа внешней секреции. Но в ней есть особые клетки, островки, лангерганцы, которые вырабатывают гормоны. И поэтому она работает как железа наружной секреции. Над почками, находятся надпочечники. На самом деле, это две железы. Мозговой слой, это одна железа, как раз там вырабатывается адреналин. А в корковом слое надпочечников потеряются тоже очень важные гормоны, стероидные гормоны. Половые железы вырабатывают половые гормоны. Ну и есть там еще некоторые железы, о которых я не буду сейчас упоминять. Ну и вот оказывается, все эти системы желез в каком-то смысле заведуют так называемую гипоталамогиполизарную систему. Вот здесь показан гипоталамус, нижняя его часть, а вот это вот гипофиз. Видите, где они в голове? В таком довольно труднодоступном месте. Где-то почти в центре. Гипоталамус – это часть головного мозга. А гипофиз, если не вдаваться в детали, железа – внутренняя секреция, которая снизу приросла к этому мозгу. Тут подробнее нарисовано, как они устроены. Оказывается, гипофиз состоит из двух долей. Вот это передняя доля, а вот это задняя. А вот здесь вот показаны клетки гипоталамуса, которые как раз устроены, работают как нервные, но выделяют при этом гормоны. Что значит устроены, работают как нервные? У них есть дендриты и аксоны, они проводят нервные импульсы, и на них действуют нервные импульсы. Из других отделов мозга, это очень важно понимать. То есть здесь эти клетки осуществляют как бы напрямую связь между нервной системой и эндокринной. А вот здесь вот в их окончаниях выделяются гормоны. Гормоны задней доли гипофиза на самом деле вырабатываются в гипоталамусе. Тут они только выделяются в кровь и дальше действуют на какие-то органы. А вот гормоны передней доли гипофиза вырабатываются в самом гипофизе, в клетках, которые тут находятся, которые тут не нарисованы. Но они находятся под контролем гипоталамуса. Почему? Потому что вот эти вот клетки, видите, да, выделяют свои гормоны вот сюда, вот в эти вот капилляры. которые находятся внутри гипоталамуса. Дальше эти гормоны переносятся в гипофиз. И вот здесь вот они выходят через вторую популярную сеть и действуют уже на клетке передней доли гипофиза. Вот эти вот гормоны, о которых я сейчас рассказываю, называются релизинг гормоны. От слова релиз, высвобождать. Они регулируют работу передней доли гипофиза и вот как раз они-то действуют в очень-очень низкой концентрации. Что же это за такие гормоны? Давайте их все-таки перечислить хотя бы кратко. И тут показаны гормоны задней доли, а три гормона передней. Задние доли – это два гормона окситоцин и вазопрессин. Вазопрессин регулирует в первую очередь работу почек. Он способствует обратному всасыванию воды почками, уменьшает количество мочи и задерживает жидкость в организме. Отчасти вызывает сужение кровеносных сосудов еще. Выделяется он активно, например, тогда, когда вы испытываете жажду, когда вы съели что-нибудь соленое. Надо эту соль как бы разбавить, да, и тут выбрасывается порция вазопрессина. Или, например, если вы потеряли заметное количество крови, кровяное давление упало, надо позаботиться, чтобы оно не упало еще сильнее, значит, жидкость надо задерживать в организме. Выделяется вазопрессин. Усиливается обратное всасывание воды почкой. Окситоцин регулирует в основном ветеринское поведение. О нем мы поговорим немножко позже. Что касается передней доли гипофиза, то в основном она вырабатывает тропные гормоны. Это гормоны, которые регулируют работу других желез внутренней секреции, действуют на них. Тиреотропный гормон действует на щитовидную желез, а дренокортикотропный гормон действует на корковый слой надпочечников. Два гормона действуют на половые железы. Гормон роста отчасти, правда, действует на кости и мышцы, но в основном он действует на печень, и в печени тоже вырабатываются гормоны свои. Ну и единственный гормон передней доли, пожалуй, который не действует на другие железы внутренней секреции, это пролаптин. Он действует на железы внешней секреции, на молочной. И усиливает выработку в них полока. У него вот такое есть. Но важно, конечно, не столько какие там гормоны вырабатываются, про это надо долго рассказывать, сколько понимание общего принципа работы этой системы. Вот это очень важно как раз. Вот сейчас мы его разберем на конкретном примере. Конкретный пример этот будет у нас вот такой вот, более простой. Это регуляция работы щитовидной железы. Не до этого надо понимать, что делает щитовидная железа. Она вообще много чего делает, про нее расскажу чуть-чуть. Но у взрослого человека, в частности, она регулирует так называемый основной уровень обмена веществ. То есть то, сколько ваш организм потребляет энергии в покое. Если гормонов щитовидной железы, а главный гормон, его называется тероксин, вырабатывается много, то вы активно расщепляете питательные вещества, всякие жирные углеводы, в вашем теле образуется много тепла, вы вырабатываете много энергии, температура вашего тела при этом повышается, расход пищи увеличивается, аппетит повышается. Ну, в какой ситуации это может быть важно? Когда? Ну да, может быть. А еще, если не болеешь, да. Ну, представьте себе, например, есть некоторый период голода, и в некоторый момент человек голодал, 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 а потом пришел, например, власть. Тогда ему важно для того, что есть вероятность того, что будет снова опять голод, как можно больше съесть. Как можно больше съесть, для этого надо регулировать аппетит, а не расщепление пищи. Ну и быстрее расщеплять. Нет, наоборот, надо ее активнее запасать. Не согласен. Когда нужно больше есть, активнее потреблять пищу, вырабатывать больше тепла, да. Ну, это правильно, конечно. Но там тоже главное не тероксин. А еще. Какую ситуацию экстремальную? Конечно. Просто когда очень холодно, когда есть риск замерзнуть прежде всего. Вы попали куда-то на холод. Вот пришла вам странная идея пойти в лыжный поход сейчас и спать в палатке в лесу. Есть такие люди, между прочим, которые так делают. Но, естественно, вы начали мерзнуть. И надо сказать, что в самом гипоталамусе есть центр холода, центр терморегуляции. Его клетки чувствуют, что ваша кровь стала стынуть. Вы рискуете замерзнуть. Значит, рецепторы холода, температурные рецепторы, терморецепторы посылают сигнал специальным нейросекреторным клеткам гипоталамуса, а те действуют на переднюю долю гипофиза. Как действуют? С помощью гормона. Он называется тиреолиберин. Высвобождатель либерина. На самом деле при его действии высвобождается еще не сам гормон щитовидной железы, а гормон передней доли, тиреотропный гормон. Вот этот гормон действует на щитовидную железу. Щитовидная железа начинает вырабатывать больше тероксина. Практически все клетки вашего тела реагируют на это. Начинают активнее расщеплять жиры и углеводы. Вырабатывают больше тепла. У вас повышается аппетит. В этом походе вы начинаете есть что-нибудь, что дома вы, может быть, есть бы и не стали. Например, черный хлеб с салом. И вам кажется, что это очень вкусно. В результате через пару дней вы уже меньше начинаете мерзнуть. Вы привыкаете к холоду, потому что ваш организм адаптируется к нему. Дальше вы решили поехать домой, сели в поезд. Что вы почувствуете в первый момент? Очень жарко. Потому что ваш организм раскочегарен на новую мощность. Температура вокруг высокая, а он еще вырабатывает довольно много тепла. Вам кажется, что очень жарко. Через некоторое время все вернется к норме. Почему? Потому что гипоталамус уже никаких сигналов от холодовых рецепторов не получает. А тероксин, вот смотрите, как хитро тут все сделано, действует на гипофизе гипоталамус со знаком минус. Чем больше выделяется териотропного гормона, тем больше тероксина. А чем выше концентрация тероксина, тем меньше будет вырабатываться териотропного гормона. То есть тероксин сам тормозит собственную выработку. Если сигналы от терморецепторов холода не поступают сюда, то все очень быстро вернется к исходному уровню. Потому что поддержание в течение длительного времени высокой концентрации тероксина для организма может быть вовсе не полезной. Надо сказать, что этот гормон, содержащий йод, регулирует многие другие процессы, например, процессы роста и развития. И надо сказать, что щитовидная железа, наверное, наиболее часто дает сбои и причиняет какие-то неприятности нам из всех желез внутренние секреты. Например, если пищи не хватает йода, то она старается усилить выработку тероксина. Под действием териотропного гормона ее ткань начинает разрастаться. Естественно, ничего все равно не получается, потому что без йода она не может сделать свой гормон. Концентрация его не повышается. Обратная связь отрицательная не работает. И это может привести вот к такому заболеванию, которое называется эндемичный зол. Сейчас оно встречается редко, потому что обычно йод просто добавляют в соль, которая продается в магазине. А раньше в некоторых районах этой болезнью болели почти все. Если йода не хватает с самого раннего возраста или по каким-то другим причинам в организме вырабатывается мало тероксина, то замедляется физическое и умственное развитие ребенка и развивается достаточно тяжелая умственная отсталость. Называется это кретинизм. Там опечатками хватает буквы И. Но бывает и избыток тероксина, который вызывает так называемую базоновую болезнь. У нее довольно необычная природа. Иммунная система вырабатывает антитела к рецепторам териотропного гормона на щитовидной железе. И когда эти белки действуют на рецепторе, то щитовидной железе кажется, что на нее действует териотропный гормон. Она начинает вырабатывать тероксин. Почему такое происходит, никто точно не знает, но это очень распространенная болезнь. Ну и вот удивительно, что тероксин выполняет похожую функцию у самых разных животных. По крайней мере у всех позвоночных. Он не только у нас, но и в амфибии наших очень дальних родственников регулирует рост и развитие. Если удалить у головастика щитовидную железу, то он будет расти, 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 превратиться в гигантского головастика, но так и не станет лягушонком. А если в пищу головастика добавлять тероксин, то он очень быстро превратится в лягушонка, и этот лягушонок будет крошечного размера. Ну, скорее всего, правда, умрет потом. У некоторых амфибии исчезла чувствительность к сероксину. Или он перестал вырабатываться. Вот случай, когда он перестал вырабатываться, это довольно известная такая амфибия от салоты. Может быть, кто-то ее видел в зоомагазине, например, они продаются. Она на всю жизнь остается личинкой, живет в воде и дышит жабрами, как личинки. Амфибия. Но если добавить ей в пищу тероксина, то она превращается в наземную амфибию, похожую на такую саламандру. В общем, это и есть саламандра, она называется амбестома. Что испортилось в этом случае? Выработка тероксина или испортился рецептор к нему? Выработка тероксина. Рецептор в порядке, да? Добавляем тероксину, он действует, значит, рецептор в порядке. Может быть, нарушился рецептор телеотропного гормона, кстати. Это мы не можем понять по результатам такого опыта. А вот эта амфибия протеи, она живет в пещерах, в подземных реках, тоже на всю жизнь остается личинкой, но даже если добавлять ей в пищу тероксин, она не превратится во взрослую амфибию. И мы не знаем, как она выглядела когда-то во взрослом состоянии. Вы можете спросить, а как же они размножаются, вот такие вот амфибии? Прекрасно размножаются, потому что половая система у них созревает быстрее, чем другие органы. И размножаются они половым путем, как обычно, как нормальные амфибии. Вот другой гормон передней доли, о котором я чуть-чуть расскажу, это гормон роста. Это белок. На некоторой ткани он действует непосредственно, например, он стимулирует рост костей и грищей. А на большинстве тканей он действует через печень. Когда он действует на печень, в ней вырабатываются гормоны, инсулиноподобные факторы роста, и они действуют на другие органы и ткани. Называют их рост, стимулируют деление клеток. Ну и тоже бывает по разным причинам недостаток или избыток тероксина. При его избытке, называется гигантизм, у человека особенно усиленно растут руки и ноги, там часто ботинки какого-нибудь 48-го размера приходится носить, а голова остается примерно прежнего размера, нормального. А если что-то нарушено с выработкой этого гормона или реакцией клеток на него, то развивается карминка. Но вы знаете, что бывают не только люди очень низкого роста, но и целые племена. Вот, например, пигмеи, которые живут в бассейне Конго. Их изучали ученые, и оказалось, что, как ни удивительно, у них и нормальный гормон, и даже нормальный рецептор к этому гормону. Только почему-то во время взросления у них образуются оба этих белка в очень низких количествах, поэтому их рост останавливается раньше, и все они имеют рост и пропорции примерно 13-14-летних детей. То есть тут что-то нарушено в регуляции производства этих долгов. Не так давно выяснилось, что большинство гормонов вырабатывается не только в эндокринных железах, но и в клетках самых разных тканей. Например, многие гормоны вырабатываются в коже и во многих других тканях. Я уже говорил, что гормоны вырабатываются в печени, но, например, несколько важных гормонов вырабатываются в сердце и в почках. Скажем, в почке вырабатывают такой гормон эритропоэтин. Он действует на клетке красного костного мозга, усиливает их деление, и в результате увеличивается содержание гемоглобина в крови, потому что производится больше эритроцитов. Если вы, например, подниметесь с равнины в горы, то первые несколько дней вам будет очень трудно ходить, вы будете задыхаться там, да? Потом пройдет примерно 3-4 дня или неделя, и вы адаптируетесь постепенно. Если высота не очень большая, например, 3,5-4 тысячи метров, вам станет гораздо легче. Почему? Потому что за это время почки успевают выработать эритропоэтин, он действует на красный костный мозг, больше становится гемоглобина, кровь переносит больше кислорода, да? И в условиях высокогорья вы чувствуете себя нормально. Чем больше кислорода доставляется к мышцам, тем больше усилий они могут развить, тем выше будут спортивные результаты у такого человека, поэтому эритропоэтин, увы, довольно часто используется в качестве допинга. Вот все эти там скандалы с допингом, это части связанные с этим веществом. Ну а если у человека низкая концентрация гемоглобина, это довольно часто бывает по самым разным причинам, то такой человек может использовать эритропоэтин как лекарство. Сейчас он продается, его производят геноинженерным путем, ну, довольно дорогой, но не сумасшедший. Поэтому его используют в медицине. Ну ладно. Ну а теперь мы поговорим про то, как гормоны действуют на наше поведение. Значит, некоторые гормоны вообще могут проникать из крови в мозг, а некоторые гормоны производятся в гипоталамусе и могут непосредственно из гипоталамуса проникать в мозг, а не только в гипофиз. И практически все эти гормоны как-то действуют на наше поведение и психику. Вот сначала поговорим про гормоны, которые проникают из крови в мозг. Это гормоны, которые регулируют аппетит. Вообще было известно давно, что в гипоталамусе есть центр голода и центр насыщения. И если на них действовать нервными импульсами, то можно стимулировать голод или стимулировать насыщение. Но оказалось, что в основном на них действуют не нервные импульсы, не другие нервные клетки, а гормоны. Их сравнительно недавно открыли. Основных таких гормонов два. Гормон голода горелин и гормон сытости лептин. Горелин производится главным образом в желудке, в слизистой оболочке желудка. И он действует на хлебке гипоталамуса и гипофиза. Дальше, в итоге, в гипоталамусе под действием этого гормона выделяются другие вещества, нейромедиаторы, которые стимулируют аппетит. Чем больше вырабатывается грилина, тем больше вы будете употреблять пищи, масса вашего тела вырастет. Как и у большинства других гормонов, у него есть другие функции. Например, во время развития зародыша плода он стимулирует развитие легких. Регулирует развитие легких. И вот интересно, что он влияет на работу нашего мозга. В частности, показано во многих опытах, что он стимулирует память, стимулирует внимание, стимулирует обучение. Поэтому поговорка «сытая брюхо» к учению глухо совершенно справедлива. В частности, потому что, когда вы хорошенечко наелись, грилина у вас вырабатывается меньше, внимание ваше ослабевает, и воспринимать новую информацию вам труднее. Синтез грилина уменьшается во время сна. Поэтому, если вы долгое время спите, сравнительно долго спите, то вам меньше хочется есть. Поговорка «кто спит, тот обедает» тоже справедлива. Она тоже имеет идеологический смысл. Ну, а вот тут вот образно показано, как вообще гривен в целом меняет наше поведение. Это довольно трудная английская фраза, но так, примерный перевод ее такой, что если бы, когда нам хочется есть, мы были такие все расслабленные, да, и так вот как-нибудь бродили вокруг да около, то ничего хорошего из этого бы не вышло, потому что в этой ситуации был бы велик шанс, что мы не найдем пищу, а сами попадем кому-нибудь на обед. Ну, в прежние времена. А гуилин заставляет нас мотивироваться на поиски пищи. Он заставляет нас нацелить всю свою энергию на то, чтобы найти побольше пищи. Сейчас, немедленно. Ну, понятно, что для этого нужно активировать память и внимание. Вот с чем связано такое вот действие. Лептин, гормон насыщения, производится в жировой ткани. И в норме это очень разумно, но понятно. Если вы уже хорошенько наелись, да, у вас увеличился объем жировой ткани, да, вы запасли достаточно много энергии, то аппетит должен снизиться, и, соответственно, вам меньше будет эффективность. К сожалению, эта система довольно часто дает сбои, потому что при высокой концентрации лептина чувствительность клеток к нему снижается. Но, в целом, эта система действует. Она достаточно сложная. Деталей мы тут вдаваться не будем. Многие другие факторы на это тоже влияют. А как вы понимаете, это актуальная проблема. Лептеры, она актуальна, потому что они слишком мало едят и все время спрятаться похудеть. Обычно это проблема психологическая. Для других, потому что они слишком много едят. Сейчас появилась такая возможность, то есть, будучи чревес, это, в общем, довольно вредно. Это некоторый риск развития других опасных болезней. Как бы на это повлиять? Вот, оказывается, один вариант, что надо больше спать. В современных условиях это нам не всегда удается, но вообще это очень полезно для здоровья. Сейчас-то для того, чтобы снизить вес, надо больше спать. Не обязательно меньше есть, достаточно больше спать. Пытаются нейтрализовать грелин. Вводят его в составе, например, вирусных частиц в организм человека. Когда против этого грелина, это короткий гибелок, начинают вырабатываться собственные антитела, они связывают его, и он уже не проникает в мозг. Аппетит понижается, крысы начинают худеть, им меньше хочется есть. Но на человеке таких опытов пока не ставят. В частности, из-за опасения, что эти антитела могут проникнуть в мозг и чего-нибудь там натворить. Такой риск существует. Хотя на крысах никаких побочных эффектов не обнаружено. Ну и еще один хороший, старый, испытанный вариант. Это немножко повысить физическую нагрузку. Оказалось, что при физической нагрузке мы не просто тратим больше энергии, а наши мышцы тоже вырабатывают такой гормон. Мы открыли всего несколько лет назад, он называется резин. И этот гормон действует на клетке нашей жировой ткани и превращает обычный белый жир в бурый. А бурый жир – это очень удивительная такая ткань. Она есть в основном у новорожденных, а взрослого человека немножко остается вот тут на шее, там где-то в районе грудной клетки. И эта жировая ткань не запасает жир, не запасает энергию, а наоборот сжигает жир и активно вырабатывает тепло. То есть, когда мы бегаем или плаваем, выделяются гормоны резин, он заставляет часть наших белых жировых клеток превратиться в бурые, они сжигают дополнительную энергию, и мы за счет этого похудеем. Так что бегать и плавать в разумных пределах очень полезно. Замечательный гормон вырабатывается в другой железе, связанной с мозгом. Железа называется эпифис. Гипофис находится снизу, а эпифис – сверху. от нашего промежуточного мозга. Гормон мелатонин вырабатывается вообще чуть ли не у всех живых организмов, и обязательно в качестве гормона, конечно. Но и у человека он есть. И вырабатывается он только в темноте. даже кратковременная вспышка света, мы, например, встали ночью, включили свет в комнате, сильно тормозит его выработку. Он действует на все наши клетки, регулирует цикл сна и бодрствования. В общем, некоторые концентрации действуют, как такое мягкое, снотворное. А кроме того, обезвреживает вредные вещества, которые образуются в клетках при потреблении кислорода. Кислород вообще сам по себе очень вреден. Но еще вреднее побочные продукты, которые образуются в конце нашей клетки, дышат. И у разных видов он по-разному влияет на размножение. У человека скорее стимулирует, а у некоторых климов подавляет. Ну и в общем, по-видимому, его можно использовать как лекарство. По некоторым данным, то, что мы живем при избыточном количестве света, это вообще довольно вредно. В частности, доказано, что это повышает риск развития раковых заболеваний. Возможно, это одна из причин того, что в 20 веке их стало больше. Раньше ведь люди почти не использовали искусственный света. Стемнело, все, там некоторое время еще покопались, потом свечку так погасили и легли спать до рассвета. А с рассветом встали и пошли делать свои дела. Но два гормона, которые оказывают непосредственное влияние на наше поведение, я им посвящу еще там все-таки 10 минут, это гормоны задней доли, вазопресин и окситоцин. Вы помните, что делает вазопресин? Что он делает? Кто запомнил? Кто успел записать? Поднимайте руки. Ну, я так быстро рассказываю, что вы ничего не запоминаете. Вазопресин, гормон задней доли, что он делает? Правильно, способствует обратному всасыванию воды почками и задерживает воду в организме. Вырабатывается, когда мы съели много соленого или когда потеряли сколько-то крови, да? И позволяет поддерживать на нужном уровне кровяное давление. Еще немножко вызывает сужение сосудов. Но оказывается, этот гормон, это коротенький белок. Вот из такого количества аминокислот можно посчитать сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять аминокислот проникает прямо в мозг. И когда он проникает в мозг, он влияет на наше поведение. В частности, он регулирует половое поведение, агрессивное, социальное. Вот, например, у самцов, многих животных, на человека эксперименты с ним не ставят. Он усиливает агрессию по отношению к другим самцам. Если концентрация в изопресенном мозге повышается, то самец готов драться с любыми самцами. Но к самкам он, наоборот, испытывает более теплые чувства. Привязанность, готов там держаться с ними вместе парой, заботиться о потомстве. Но зато показано, что у человека от уровня рецепторов к нему зависят многие социальные характеристики. Если уровень рецептора в изопресенном мозге у мужчины, например, выше, то гораздо ниже вероятность развода. Восемь лет. Это пока. Значит, у человека он тоже влияет на многие аспекты поведения. Ну, а в считать сын, давайте про него я скажу несколько слов. Значит, он тоже прямо из гипоталамуса проникает в мозг, образуется во многих губерниц в камерах. И иногда говорят, что это гормон счастья или один из гормонов счастья, потому что его выработка увеличивается при положительных эмоциях. А положительные эмоции наши, как ни странно, часто связаны с прикосновениями. Когда нас кто-нибудь гладит, обнимает, целует, то это вызывает у нас часто положительные эмоции. Ну, если мы хорошо к этому человеку относимся. В частности, потому что в нашем мозге при этом повышается концентрация ацитацина. Как я уже говорил, ацитацин влияет на половое материнское поведение. Вот, например, если ввести ее в мозг крысам, в которых никогда не было детей, которые не рождали детенышей, то они охотно начинают заботиться о чужих крысятах. А если заблокировать действие ацитацина в мозге крысы, которая только что родила собственную детенышей, то она их бросит, не будет о них заботиться. Вот, оказывается, какую важную роль в нашей жизни играют гормоны. Интересно, что на овцах эти опыты дали немножко другие результаты. Под действием ацитацина овцы охотнее заботятся о своих детенышах, но не заботятся о чужих. Может быть, это связано немножко с разной социальной структурой сообщества крыс и овец. На людях тоже проделывают опыты с ацитацином, но только на мужчинах. Почему? Потому что на женщин он оказывает другие физиологические эффекты. В частности, в высоких концентрациях, он вырабатывается во время родов, вызывает сокращение мышц матки, чтобы ребенку было легче родиться. Это вообще довольно редкая ситуация, чтобы гормон регулировал сокращение мышц. А у мужчин такого эффекта нет, поэтому высокая фиксация ацитацина для них не опасна, и на них можно им действовать. Благо, ввести его в мозг оказывается очень просто. Для этого не нужно никаких ущищрений. Достаточно просто аэрозоль из баллончика напрыскать в нос. От носа прямо в мозг ведет обонятельный нерв. И через этот обонятельный нерв многие вещества, в том числе окситоцин, из носа могут попадать прямо в наш мозг. Распрыскиваем окситоцин и смотрим, как это повлияет на поведение людей. Оказывается, в среднем, в целом, это увеличивает недоброжелательность, стремление сопереживать другим людям, отчасти доверчивость, стремление верить другим людям. Ну и это можно использовать, по-видимому, когда-то в будущем. Как во благо, так и во вред, как и многие вещи другие. Потому что понятно, что с одной стороны, нам всем было бы неплохо повысить уровень нашей доброжелательности друг к другу. Правда же? А с другой стороны, представьте себе, что вы где-нибудь в магазине распрыскали окситоцин, вы его там надышались, да? И потом вам паривают какие-нибудь товары, воспользовавшись тем, что ваша доверчивость возросла. Или какие-нибудь мошенники пытаются вас обмазать. Надо сказать, что окситоцин тоже обладает и другими эффектами, вот довольно удивительный его эффект. Во время родов он повышается, очень сильная его консистрация повышается в организме матери. Это нужно для благополучных родов, там, для того, чтобы появилось молоко. Но в результате он проникает и в кровь плода. И он влияет на нервные клетки и меняет их реакцию на один из нейромедиаторов. Вот этот нейромедиатор, гамма-аминомасляная кислота, пока ребенок сидит внутри организма матери, оказывает возбуждающее действие на его клетке. А в момент родов и после родов взрослого человека это действие меняется резко на тормозящее. Почему это так важно в момент родов? Дело в том, что до момента рождения ребенок получал весь свой кислород из организма матери, через плаценту, он сам не дышал, да? Его легкие были вообще за полной жидкостью. После родов, через некоторое время, он сделает свой первый вдох и начнет дышать самостоятельно. Но есть короткий промежуток времени, когда кислород из организма матери он уже не получает, а сам дышать еще не начал. И в этот момент клетки его мозга испытывают серьезный дефицит кислорода. А это очень опасно. Если в этот момент они будут активно работать, они могут просто погибнуть. И, по-видимому, роль окситоцина заключается в том, что именно в этот опасный момент, меняя реакцию клеток мозга на то вещество, которого так много, они затормаживают работу нейронов, не дают им работать слишком активно, и таким образом спасают их от гибели. Ну и последнее, что я расскажу, что окситоцин влияет на привязанность к детям, а кроме того, на привязанность к половым партнерам. Оказывается, на этом тоже можно сыграть. Это было доказано на двух видах полевок. Знаете, полевки такие вроде мышей, да? Вот у одного вида самцы не заботятся совершенно о детенышах, не сидят там на ревле с самкой, там сделали ей детей и пошли куда-то гулять, а самка одна заботится о потомстве. А у другого вида полевок близкого самцы это заботливые овцы. После того, как родились детеныши мышата, они живут вместе с самкой в одной норе и заботятся о детенышах, носят им пищу, греют их и так далее. Можно ли превратить одних в других? Если просто ввести окситоцин в мозг вот этим вот первым, незаботливым самцам, то их поведение не меняется. Но удалось с помощью хитрых современных методов генной инженерии увеличить концентрацию рецепторов в окситоцин в их мозге. И оказалось, что в этом случае их поведение кардинально изменилось. Они превратились в заботливых отцов и как миленькие стали жить вместе с самками и заботиться о своих детенышах. Ну, можно ли это сделать с людьми? Это большой вопрос. Если вас эта тема заинтересовала, можно прочитать про это на сайте элементы в двух статьях. Гены управляют поведением, управление поведением генами. И вот в этой интересной книжке о материнском поведении человека в библиотеке.